Приветствую, дорогие братья и сестры! Меня зовут Константин, я из Запорожья. И 10 месяцев я сейчас проживаю вынужденно в Великобритании. Я бежал, как многие, некоторые из вас тоже от войны. И вчера я имел честь проводить курс по библейской географии на сертификатной программе, связанной с Ирпенской библейской семинарией. Я преподаватель в Ирпенской библейской семинарии, некоторые курсы преподаю, в частности, один из них, который я вчера преподавал. Эта песня, которую мы только что спели, и удивительным образом созвучно с той проповедью, которую я хотел вам говорить. Я работал до выезда из Украины в одной христианской компании, и мы проводили некоторые такие мероприятия, связанные с неверующими людьми, чтобы как-то их приблизить к Богу, хотя бы так, скажем. То есть фирма связана была с бизнесом, но основа была это то, чтобы людям как-то засвидетельствовать о Христе, и мы вывезли некоторых наших клиентов в Карпаты, я там был, и думал тряхнуть, как говорят, стариной, молодостью. Я когда-то катался на лыжах, арендовал лыжи, ботинки специальные, горка маленькая. Мы все выехали, надо покататься, вот и я решил, что тоже. Встал я на лыжи, сфотографировался, вот жена меня сфотографировала, что вот там на горе, проехал пять метров и упал. Сломал себе шейку бедра на ровном месте практически. Это было при Карпате, представляете, в горах. Я ждал долго скорую, пока она приедет, потом мне сделали рентген, сказали большой привет, вам надо в областной центр, только мы вас туда не повезем, едьте туда как хотите. В общем, меня повезли на машине, разложили сиденья, как-то кололи обезболивающие, я приехал. И любовь Божья и любовь, которая злилась в наши сердца, она должна иметь какие-то практические проявления подчас, не просто какие-то чувственные, ну вот я вас всех люблю, и это все слова. Слова это мало, да, Господь любовь свою доказывает нам, что он что сделал, он не просто остался на небе, сопереживая нам, как нам тяжело здесь на земле, грешникам. Он сошел на землю и умер за нас. Поэтому братья, зная о том, что я попал в такую ситуацию, нашли доктора, нашли машину, быстро меня туда в больницу положили, потому что есть определенный срок, в течение которого нужно сделать эту операцию, чтобы срослись кости. И буквально несколько месяцев я хожу без палочки. Это было два года назад. Медленно и постепенно восстанавливался, на костылях пять месяцев ходил, потом с палкой, с костылем, в общем, целая история была. И когда я лежал в больнице, мне озвучили аккуратно сумму, сколько будет стоить эта операция. Операция сложная, и, соответственно, цена тоже сложная для меня была. Я никого не просил, но те, кто узнали об этой ситуации, сами начали жертвовать, мне на карточку начали поступать какие-то по маленьким кусочкам суммы. И я был в слезах, я был удивлен, что я никого не просил. Это как бы была просто инициатива братьев и сестер, с работы, кто вот знал, понимая, что это все серьезно, что все вопросы требуют финансовых вложений. И поэтому, как вот брат прочитал, что друг любит во всякое время, и когда вот особенно тяжело, он явится. Если он не явится, то он либо не друг, либо не любит, либо он в пути. И поэтому сегодня я хотел поговорить о пяти качествах, пяти проявлениях любви стойкого верующего. Пять проявлений любви стойкого верующего. И мы с вами прочитаем из послания к евреям, тринадцатая глава, с первого стиха. Послание к евреям, тринадцатая глава, с первого стиха. Братолюбие между вами, да, пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Мы здесь видим основных, это пять проявлений в области, связанных с любовью. И почему важно, чтобы в нас отображалась любовь? Потому что это признак. Мы здесь собрались, кроме того, что окружающие, предположим, соседи, люди, наши друзья знают, что они в воскресенье куда-то идут, в какое-то здание, что-то там делают. В советское время были, соответственно, раскручены все легенды отрицательные по этому поводу. Но этого мало. Просто знать, что, да, это христианин, и он ходит в церковь. Должна проявляться любовь. Между кем? Между нами. И это не просто должно быть тайной, а любовь как-то направляется. Это должно быть видно. Если не видно, значит, еще недостаточно ее проявляется. Как поет Арина Качанжи, что если мы любви проявлений в своей жизни не замечаем, то, может быть, мы ее не имеем вообще, а не понаслышке знаем. Поэтому, если мы христиане, если мы следуем за Христом, который возлюбил нас, который пожертвовал своей жизнью человеческой плоти ради нас, то, соответственно, мы, следуя за ним, должны брать пример. И поэтому первое практическое проявление любви это братолюбие. Братолюбие. Мы читаем в первом стихе об этом. Здесь используется слово Филадельфия. Я думаю, что многие слышали, это город, они есть во многих странах, самые известные, наверное, в Америке. Но, кстати говоря, в Израиле тоже была Филадельфия, которая была недалеко от озера Галилейского, о котором мы вчера говорили. И в честь этого города, который был в Израиле, назвали город в Америке Филадельфия. Вот такая история. Но Филадельфия – это любовь к братьям. Филео – греческое слово «любовь». Дельфос – братья. И здесь он говорит о том, что оно должно пребывать. Пребывать – это немножко устаревшее слово. Мы так не говорим. «Прибудь со мной рядом, брат». Мы так не говорим. Но это значит оставаться. Любовь у нас должна оставаться несмотря на те обстоятельства, в которые мы попали. А какие обстоятельства попали те люди, которым адресовано это было послание? Это евреи. Может быть, мы не все здесь евреи, но к нам оно как-то относится, потому что там содержатся принципы, потому что эта церковь христианская уже была. Но у них была особенность. Они были, скорее всего, рассеяны, верующие в Израиле. Апостол Павел пишет примерно перед разрушением Иерусалима это послание и говорит им о том, чтобы они сохраняли и были стойкими в вере. Он приводит определенный в этом послании перечень превосходства Иисуса Христа над другими представителями и ангельского мира, и рода человеческого. И говорит о том, важный такой посыл, что любовь должна оставаться, несмотря на те гонения, которые переживали они. Любовь у нас должна оставаться, несмотря на те обстоятельства, трудные, тяжелые, болезненные, военные, в которых мы могли оказаться. Потому что по причине умножения беззакония, как сказано, во многих охладеет любовь, но она вообще-то не должна охладеть, и поэтому мы об этом и говорим, мы об этом читаем, мы об этом напоминаем, чтобы мы были в тонусе, в духовном тонусе. Это слово стоит в повелительном наклонении. Это не совет, это не попытаться, нет, это настоятельное указание, что нам нужно делать как христианам. Поэтому, если мы замечаем в своей жизни, что у нас любви, может быть, не хватает, и в данном контексте мы говорим даже не о внешних каких-то людях, не верующих, мы говорим о хороших, почти с крыльями ангелов, которые присутствуют здесь. Но эта любовь, она как-то должна проявляться. В то время я пришел, будучи молодым еще христианином, в одну церковь, и сел сзади на лавочке, и случайно, случайно я задел бабушку, которая сидела впереди. Вот я уперся, скажем так, коленями немножко в лавочку, и она повернулась, и очень доходчиво показала мне, что я неправильно поступил. Я извинился, ну, я, конечно, извиняюсь, но я такой сижу, думаю, да, я пошел на служение такой настроенный, сейчас я буду слушать Слово Божие. И, ну, это пример такой незначительный, но, тем не менее, из каких-то мелочей создается общее впечатление нашего межличностного общения друг с другом. Как мы говорим, улыбаемся, мы здороваемся. Вообще, по мимике лица часто можно определить, на самом деле, что у нас в голове. И поэтому мы можем говорить, приветствую, брат, как бы, или сестра, но наше лицо может показывать, что приветствия нету, да, у нас осуждение. Ну, надо сказать, приветствую, это стало уже формальным где-то. Поэтому, если мы видим, что у нас что-то не так друг с другом, да, то нужно решать этот вопрос. Поэтому Павел, скорее всего, Павел, да, он пишет это послание и говорит о том, что, ну, любовь и друг к другу должна у вас оставаться. Вам тяжело, да, у вас гонение, да. Вам, передают пример, с Рима, там другие церкви, держитесь там, да, понятно, что вам тяжело, вас извергли из синагог, вас, скорее всего, лишили наследства родственники, потому что вы перешли в секту, которая тогда была христианство, в иудаизме, и у вас большие проблемы, у вас гонение, но между собой, по крайней мере, да, любовь должна у вас оставаться. Как мы можем практически проявить любовь друг к другу? Нам нужно сделать какое-то усилие, чтобы у нас установились отношения. Нам нужно сделать определенные шаги. Нам, возможно, с кем-то лишний раз, если хотите, чашку кофе пойти попить, где-то пообщаться, на какое-то общение пойти, на малую группу пойти, прийти на мероприятия церковные, потому что мы, как камни живые, да, когда мы друг с другом соприкасаемся, мы обтираем определенные грани, острые, вредные, и мы таким образом становимся, отшлифовываем себя и друг друга в том числе. Это с одной стороны. Если возникает какая-то мысль сделать совместное мероприятие и пригласить кого-то туда, с кем бы мы, может, и не хотели сильно вообще-то быть, но если мы так будем все время отчуждаться друг друга, если мы будем бойкотировать периодически какие-то сообщества, с кем-то не здороваться, отворачивать лицо, потом мы придем на небо, представляем себе ситуацию, и вечно будем продолжать так же. Но так же же не пойдет. Поэтому нам Писание говорит о том, что мы, слушая это, читая это, мы должны подумать над своим сердцем, не над сестры или брата, ко мной не здороваются, а над собой прежде всего, как мы относимся друг к другу. 1 Фессалонкийцам, 4 глава, 9 стих, сказано о братолюбии, «Же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». То есть в любви надо преуспевать. В бизнесе надо преуспевать, да. Но в любви тоже надо преуспевать. В отношениях нужно преуспевать. 1 Петра, 1, 22, сказано, «Послушанием истинно через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Оказывается, любовь может быть еще и лицемерной, то есть формальной, наигранной. И это случается в разные периоды нашей духовной жизни, возможно, со всеми нами. Речь о том, что мы должны не оставаться в этом. Мы должны оставаться в братолюбии, а не оставаться в отчуждении и злости, ненависти. В реческом языке, на котором написан оригинал Нового Завета, есть четыре слова. Как правило, они синонимичные. Это «агапа» — безусловная любовь, «филео» — дружественная любовь, «эрос» — интимная и «сторги» — родственная. В украинском языке, кстати, тоже два слова как минимум. Поэтому я не могу сказать, что я кухаю колбасу, например, или бутерброд. Нет, я кухаю тики джинку. А гамбургер, бутерброд, что там можно сказать, люблю. И в этом смысле вот эта красота языка, она тоже описывает и дает нам понимание, насколько любовь — четыре слова. На один термин. В русском языке он беднее. Один термин. Любовь. Все. И везде она используется. Матфея, 15 глава, 8 стих сказано, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Иисус, когда был на земле, он понимал, насколько это нелегко, когда лицемерно люди пытаются то ли присоединиться к нему, то ли льстить ему и так далее. Как мы узнаем, что мы любим? Какой признак вообще определить? Мы любим или не любим? Иоанна, 15, 13. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». 1 Иоанна, 5, 2. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Какие заповеди? Основные две, будем говорить, в том завете, которые повторил Иисус Христос. Возлюбие Господа Бога и ближнего. Как? Ну, как минимум, как самого себя. И причем это, друзья, мы должны понимать, на этапе действия в каком-то смысле еще Ветхого Завета. Еще жертва не принесена. Еще благодать не пошла в дело. И поэтому, как самого себя. А потом начинается другой уровень. Как нужно любить? Как Христос возлюбил. А как Христос возлюбил? Умер. Понимаете? Это еще выше планка поднимается. То есть, Он пожертвовал. Он пожертвовал чем-то. Ну, чем-то ему что? Не нужно было это? Нет. Это было очень драгоценно. Мы видим Его вопли на кресте к Отцу Небесному. Мы видим Его терзание в Садухе, в Семанском. То есть, это не была прогулка какая-то тут по земле. Пришел Христос, и Ему легко было все тут. Конечно, ты Бог, сказал мне мой знакомый неверующий программистер. Он Бог, да? Ему легко было. Да нет, не легко ему было. Очень нелегко. И в этом смысле, если мы думаем о том, любим ли мы ближних, то можем ли мы чем-то пожертвовать? Как мы общаемся? Хотим ли мы общаться? Не хотим. Думаем. А что такое? Может быть, в прошлом какие-то были моменты. Либо с моей стороны, либо с того человека стороны. Нужно эти вопросы решать. Чтоб не доходило, как написано в послании к Коринфянам про хлебопреломление. Дело, как были в первые века. Когда я сдавал диплом в семинарии, у нас был один студент, который очень был энергичный, такой активный, но у него не было навыков набирания на клавиатуре. Значит, он диплом свой написал, но сдать его надо было в печатном виде. Такое требование какое-то интересное. И вроде и хороший. Ну, и ноутбук у него был, что характерно. У нас никого нет. Мы сидим в комнате, жили в общежитии христианском. А у него есть ноутбук, но набирать он не может. Такая какая-то интересная коллизия. В итоге завтра ему сдавать диплом, а у него диплом не набран. И мы такие смотрим, и мы говорим, ну, Дима говорит, ну, понятно, ну, ты хоть пальцами сиди, как-то набираешь же. Ну, завтра же надо сдать. Он говорит, а я не могу, не могу. Мы, короче, поняли, что наши увещевания не помогут. Мы такие посмотрели, ну, что делать с братом? Надо ему как-то помочь. Короче, мы распределили его диплом по нам. И каждый вот это ночью сидел, набирал его диплом зачем-то. И мы вот это понабирали диплом. В итоге утром, когда вошел этот Дима сдавать свой диплом, преподаватель, который его вел по диплому, он не ждал, что он придет, потому что диплома нет. И он сидит в экзаменационной комиссии и такой встает и говорит, Дима! И Дима заходит и там, в общем, защищает диплом. И это вот, знаете, наступает какой-то такой момент, он как на весах, ну, туда-сюда, как, ну, оно мне надо. У меня свой диплом, мне его тоже надо подготовить. Но вроде человек тоже в беде, он в конкретной беде, хотя вроде как и не в беде, там можно сказать, да он лентяй, да он ничего не делал. Ну, можно так сказать? Ну, можно. Но мы приняли какой-то напряг, мы распределили этот напряг по нам. И мы сделали дело, человек защитил диплом и потом слушал Богу дальше с сознанием дела, как говорит. Поэтому такие тонкие моменты, они, может быть, в мелочах в нашей жизни, когда мы знаем нужду какую-то о ком-то, когда мы слышим, что кто-то попал в какие-то неприятности. Что мы с этим делаем? Что мы делаем с этой информацией? Иногда от нас не требуется, знаете, каких-то бесплатных советов, чтобы мы учили жить, рационализировать свое время, пространство, или семейные вопросы как-то решать. Это достаточно просто, знаете, обнять, похлопать по плечу, спросить, как дела, улыбнуться в конце служения, или там малые группы, где мы встретились. И этого, это уже будет много, это будет какое-то теплое такое отношение, христианское, правильное. Один брат, преподаватель в другой семинарии, он собирал лидеров молодежи, я был одно время лидером молодежи в нашей церкви, и он говорит, у меня акция, я вот буду вас, когда мы будем встречаться, буду всех обнимать. И вот мы встречались на какой-то там тренинг, и он каждого подходил и обнимал. Ну это как-то необычно вообще, но тем не менее, это вот какая-то близость тогда уже, когда есть объятие, в хорошем смысле, да? И это вот, он так проявлял свою любовь, знаете, не на расстоянии, а очень близко. И это поддерживает, это нас укрепляет. Кроме того, что в этом отрывке мы видим, должно быть братолюбие, понятно, мы по контексту имеем в виду, что и это между сестрами, и отношения между братьями и сестрами мы не говорим, это надо быть начеку, потому что иногда братья именно так и понимают, написано братолюбие, а у них сестролюбие, причем такое не всегда в рамках, поэтому тут надо бодрствовать. Но кроме братолюбия, тут еще сказано о любви к гостям, гостеприимство. Это второй стих. первые века странноприимство или гостеприимство по-нашему, оно проявлялось в том, что странствующие проповедники, они ходили по разным городам и селам, как говорится, и благовествовали, и их принимали дома, их приглашали, их там поселяли, и вот они там находились. Это было и экономично, и общение, и разные были пользы с этого. И поэтому в данном случае он говорит о том, что не забывайте, еще одно повеление, там, значит, чтобы оставалось, не забывайте. Раз он говорит не забывайте, значит, они забывали. Когда приезжает какая-то группа людей в церкви, предположим себе, пастор объявляет, братья и сестры, приехал хор, или детский какой-то спектакль, или какие-то вот они, приехали от кого-то друзья, знакомые, давайте их разберем по домам. И вот мы сидим и думаем, что мы будем с этим делать, с этой информацией. И от нас зависит, если мы гостеприимные, то мы подумаем, как бы можно было бы это сделать. Если мы не гостеприимные, мы будем думать, как бы это не сделать. У нас действительно только две комнаты свободные, это же совсем пространства мало. Или квартира арендована, или ремонт, как часто бывает, незаконченный, либо неначатый, или еще какие-то у нас могут быть такие мысли. Но если мы так будем думать, у нас никогда не будет никого дома, никто к нам в гости не попадет. Я говорю тоже на личном примере, к нам приехали в гости в церковь, детский спектакль с Харькова, я помню. И вот вышли дети, и потом говорят, ну, братья и сестры, надо разобрать, чтобы по домам. Я сижу такой и думаю, да, я вот только закончил ремонт в комнате для дочки, которая должна родиться, она еще не родилась, но она должна родиться. Я поклеил обои сам, купил эту кровать, сделал этот паркет, его оцикливал, полокировал сам. Короче говоря, кровать поставил, матрас новый. Я такой думаю, ну, как бы вообще-то, я не планировал, чтобы кто-то обновил эту комнату, кроме моей дочки, которую я жду. С одной стороны. Потом я думаю, нет, ну, как бы, так-то оно так, но, в принципе, это же ничто не мешает принять туда людей. Мы такие посоветовались с женой, что, да, надо проявить это гостеприимство, и мы приняли там две девочки, подростка, и они вот переночевали буквально там одну ночь, но все равно, вот этот момент, я к чему говорю, я говорю, вот это, знаете, борение наше, как мы примем решение, весы, мы идем туда или сюда, мы будем следовать все-таки духовному позыву или плотскому. Библия нам говорит, что мы должны быть духовными христианами, мы должны любить друг друга, а любовь должна как-то проявляться. В частности, это гостеприимство. Какие практические моменты реализации этого повеления сегодня могут быть, когда, ну скажем, может быть и нету странствующих проповедников, которые пришли, там все добородые дяди к нам домой и звонят в дверь, без предупреждения, это не пойдет такое. Но мы можем наш дом предлагать, например, для проведения братского, если хотите, сестринского, малой группы, это жертва, большая жертва, это время, это уборка, это посуда потом, это какие-то углы сбитые, непонятно почему, или что-то нарушенное, да, это жертва. Но мы можем это делать, это одно из тех проявлений, которые Господь от нас ожидает. Я как-то был в одном городе и проездом, скажем так, я был в одной семье, и мне вечером подошла сестра, сестра и говорит, послушай сюда, примерно вот так, у нас канализации здесь нет, поэтому купаться очень-очень, вообще нежелательно, но если и купаться, то очень экономить воду. Понятно, понятно, я и не купался. Иногда, я потом сел, думаю, да, как бы, это верущее, все, но иногда позыв хороший, да, переживание за сливную яму, скажем так, которая может быть переполнена. Когда я бежал от войны, 24 числа мы выехали из Запорожья и поехали куда-нибудь на западную Украину, приехали мы во Львове, побыли неделю там в летнем лагере, и потом через недельку поехали к другу в Черновцы. Там два месяца я пожил, и потом нас сказали, что есть возможность в Британии тут перекантоваться. И нас жило в доме у пастора церкви 23 человека. 23 человека. Значит, в одной комнате наша семья 4 человека, в следующей комнате семья, другая семья, 4 человека, все с маленькими детьми, конечно же, все как полагается. На втором этаже, вот такой как балкон у него был, и там лежали просто матрасы, и там лежало 5 братьев, вот так они рядышком лежали. И вот так вот мы жили вот в его доме. И, конечно же, канализация, раз уж мы завели, не выдержала, и она побежала через верх к соседям. Соседи не обрадовались по этому поводу, там начали вызывать то полицию, то еще что-то, и он говорит, да, ну как-то надо нам что-то делать с этим, потому что действительно система не выдерживает. Но, я к чему говорю, что он нам ни слова не говорил, что, ребята, вы же имеете совесть там как-то, да, нет, пожалуйста, мы говорили, ну давай, может быть, мы как-то будем скидываться на коммунальные услуги или что-нибудь, не надо, это благословение, и все. Другое отношение, понимаете, это чувствуется любовь, тогда потом хочется и общаться с человеком, и встретиться где-то, и понимая, что да, пастор, который, а потом я был в церкви, он говорит, значит, так, говорит, кто не принял еще из членов церкви у себя дома беженцев из Восточной Украины, поставим на замечание, говорит, поэтому подумайте. Ну, он может быть немножко преувеличивал, но тем не менее, такой подход. Это, это, не касается всех, но мы должны думать, если никогда в жизни у нас никто в гостях не был, мы никого не принимаем, ну, мы тоже особо никуда не ходим, это что-то не то, что-то не совсем правильное в нашем христианстве. И поэтому здесь, возвращаясь к истокам, возвращаясь к новому замету, апостол Павел говорит, что нужно не забывать об этом, не забывать. Это такое, не строгое повеление, но не забывать. Третье повеление, кроме того, что нужно быть братолюбивым, гостеприимным, третье повеление, и как может любовь проявляться, это любовь к страдающим. Третий стих, любовь к страдающим. Помните узников, как бы и вы с ними в узах, и страдающих, как бы сами находитесь в теле. Вот это в узах буквально значит сокамерник. Вот так вот. Нужно сострадать так, как будто вы и сами в тюрьме, как будто вы и сами на одре болезни, как будто вы и сами больны. Вот такой уровень сострадания. Нужно попытаться понять ситуацию. Вообще, в те времена были очень большие гонения на христиан, и сейчас мы, может быть, не испытываем смертельные гонения, по крайней мере, в Европе, например. У нас есть другого плана гонения, у нас есть другого плана притеснения. И сегодняшняя ситуация с войной, которая начата Россией против Украины, она показывает, что могут быть как будто гром среди ясного неба такие обстоятельства, которые никто не ждал. И поэтому в этом смысле те, кто страдают, те, кто нуждаются, это к нам вопрос внутренний. Что мы с этим делаем? Ну, пусть страдают, можно подумать. Или, ну, бегите, я не знаю, от страдания куда-нибудь какие-то. Но этого мало, это все не то. Так бы и Христос мог на небе остаться и сказать, так, у вас есть Моисей, как он говорил, да? Десять заповедей есть, вперед, исполнять, овечек, в Иерусалим, козликов всех, возить, носить, все как полагается, празелитами стать, и жертвы покрываются, и таким образом вы проявляете свою веру. Но нет, он делает шах, он спускается с неба. Он не просто спускается с неба, он спускается с человеком, он ограничивает проявление своей божественности, не теряя ее. Более того, он умирает на кресте, позорной смертью, скорее всего, будучи вообще без одежды, пусть это крамольно не звучит, но тем не менее, такая была практика. И его хоронят в пещере, да? Ну, это какой-то путь такой, ну, я не знаю, не очень привлекательный для современного человека. Но Христос это делает. Почему? Из-за любви. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, если мы любим, то как-то любовь должна оправляться к сострадавщим. Как можно проявить тем, кто находится в тюрьме сегодня? Ну, минимум. Это можно посетить тюрьму и там поблаговествовать, например. И такие есть миссии, такие есть служения. Слава Богу, прекрасно, когда это реализуется. Один наш преподаватель, он говорит, что у него есть знакомый, который живет где-то в Индии. И он пастор церкви. И когда узнали там местные его, значит, как-то власти, да, о том, что он там пастор церкви и хочет организовывать у них там церковь, они там объявили ему чуть ли не смертную казнь. И он вынужден был срочно бежать в другую страну для того, чтобы скрыться от преследований, когда ему это объявили. И нам преподаватель говорит. Поэтому, как бы, я ничего не намекаю, говорит, но я хочу послать ему там 100 долларов. Если вы хотите, можете присоединиться. Я тоже эти пожертвования отошлю ему, чтобы он мог как-то сейчас пережить это время. Ну, и вот мы тоже скинулись там в нашей группе, и мы отослали вот эти деньги. Он потом говорил, что да, слава Богу, он их получил, и он там может какое-то время прожить своей семьей и так далее. Где это Индия? Ну, из нас не знаю, где это точно, да? Вот, какой там город, где этот пастор? Его глаза не видел. Но он сейчас страдает, он в трудных обстоятельствах. И если я услышал нужду, то дальше я опять решаю, это ко мне относится или не относится. Это кому-то, к богачам относится. Пусть богачи это жертвует, а я вот со своей зарплатой маленькой, да, или с пенсией, или еще чем-то не буду. Нет. Бедная вдова принесла больше всех, больше богачей. Не приносили, да, потому что измеряется не сколько дали, сколько осталось. И поэтому мы можем участвовать даже в тех ситуациях, когда это где-то далеко, если мы знаем об этом какую-то информацию. В одной из церквей Запорожья пастор сделал такое объявление. Наша сестра заболела, она сейчас в больнице, надо бы ее посетить. Ну давайте сделаем это организованно. Давайте, кто братья и сестры готовы пойти в понедельник, ну, посетить? Рука, хорошо, во вторник. И вот так вот разобрали они неделю. Итак, сестра лежит в больнице. Каждый день к ней приходят какие-то люди, посещают ее в больнице. В палате те, кто лежали с ней, наблюдали за этим действом и пришли в глубокий шок. И начали мне спрашивать к концу недели, а кто ты такая? Кто эти люди? В какого Бога вы верите? Что это у вас за церковь такая? Я неделю тут валяюсь на койке, ко мне родственники не пришли ни разу, а к тебе каждый день приходят люди. Почему? Потому что эта любовь к страждающим в данном случае на болезнь, она проявилась как-то практически. Поэтому, если мы слышим, кто-то заболел, братья и сестры, помолиться? Во! Прекрасно, помолиться, да. Но, если мы можем посетить, это же лучше, если мы можем что-то там пожертвовать, это же лучше. И, в общем-то, в основном у нас время есть. Вопрос же не во времени, вопрос же в принятии решения. Поэтому, когда мы слышим эту информацию какую-то о том, что кто-то страдает, кому нужна помощь, мы должны подумать, чем я могу помочь и принять решение это делать. Не просто, ну, как бы, помахать головой, да, а как-то подумать о своем участии. Этого ожидает о нас Господь. Он к этому призывает. Это и есть христианство, когда любовь как-то проявляется, а не сидит глубоко внутри. У нас никто не замечает, что у нас там любовь есть. Кроме трех проявлений, которые мы здесь видим, есть еще четвертое. Любовь в браке. Любовь в браке. Хотя здесь нету в оригинале слова «любовь», но какой брак может быть без любви? Поэтому здесь он говорит, что брак у всех добудет честен и ложа непорочна. Блодников же и прелюбодеев судит Бог. Честен – это значит драгоценный, высоко ценимый, дорогой. Он повышает статус брака. Поэтому мы говорим, что в церкви гражданский брак – это как бы не библейский брак вообще-то. Поэтому это раз. Во-вторых, он говорит, что непорочный, незапятнанный, чистый. Ложе ложе. В переносном значении здесь имеется в виду сладострастие либо секс. Как это не странно будет звучать, необычно, но тем не менее. Блудники. Порнос. Слово «порнос» греческое здесь используется. О чем он говорит? О том, что любовь в браке должна быть. и ценить нужно те отношения, которые есть внутри. И говорит о том, что блудников, порнос, кто увлечен этой темой, например, кто измена, кого куда-то влечет, кто судит? Бог судит. Как Бог судит блудников? Те болезни, которые сегодня распространяются, в том числе, половым путем, это уже начало суда. Понятно, что суд будет еще у Белого Престола в итоге для грешников, но уже сегодня многие имеют проблемы из-за того, что неправильные отношения, возможно, в браке. В свое время, когда у меня были большие проблемы с возрастным, возрастные проблемы с лицом, я пошел в кожно-венерический диспансер, чтобы мне помогли что-нибудь сделать, как-то его выровнять тут или что. И к своему удивлению я увидел преподавателя со своего университета, который тихонько там сидел в уголку, и я такой понял, да, у него не было проблем с лицом, у него были другие проблемы, и он там пытался их решить. Потом я увидел, что он женился на студентке с параллельного курса. Вот такая вот ситуация. Почему такое бывает? Потому что нечистота, внебрачные отношения, внебрачные половые отношения, внебрачные неполовые моральные отношения, продвинутый какой-то там флирт, да, а сейчас вообще легко, средства коммуникации есть, можно просто переписываться, что, у нас ничего нет, мы просто дружим, да. Вот только один дружит с одной целью, другой дружит с другой целью, и поэтому апостол Павел говорит, что осторожно, осторожно нужно с этим. К сожалению, сегодня из-за того, что молодые пары могли то ли в прошлом иметь какой-то негативный опыт, то ли не имея его, и никто им ничего не рассказал, родители им в жизни ничего не рассказали, как дальше там они женятся, и что дальше происходит-то вообще-то, после того, как закончилась свадьба, то начинают черпать информацию откуда? С интернета. А там самым лучшим образом и красочнейшим все рассказано и показано, и поэтому, например, предположим, брат, насмотревшись определенной информацией, женился на сестре и говорит, слушай, у меня тут багаж, сейчас мы будем это все практиковать. На каком-то этапе она понимает, это же вообще никуда не годится. А почему? Потому что источник был испорченный, он думал, что оно так, а это не так. По статистике проводили опрос среди тех, кто участвует в съемках порнофильмов. И у них спрашивали, ну, вообще, вам оно, зачем это делать? Ну, понятно, что деньги, это раз. Во-вторых, он говорит, мы все сидим на медикаментах, потому что без медикаментозного вливания, все, что снимается, это невозможно сделать. Но люди, которые могут это все воспринимать за чистую монету, в том числе и христиане, могут это увидеть и потом принести в свою спальню и начинать это все как-то развивать. Но это не работает, потому что это не то. В этом есть предупреждение, чтобы брак оставался чистым, чтобы была любовь, чтобы какая-то сохранялась чистота. мы не говорим о том, что, я не знаю, ночевать нужно на отдельных кроватях, например, но нужно иметь здравый подход, в том числе и в браке, а особенно в области интимных отношений, о чем не поговоришь, не расскажешь, не прочитаешь, возможно, где-то. И здесь апостол Павел об этом предупреждает. Брак – это правильно, это хорошо, но нужно вступать в брак, и Павел пытается поднять этот авторитет брака, и он говорит о том, что кто неправильно поступает, кто искажает брак, то будет определенный суд. Поэтому братьям нужно беречь глаза, Христос говорил, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже пребальдействовал с нею. Сестрам, не знаю, в шутку, речь может быть ушей, или еще какие средства, через которые можно проникнуть. Можно быть осторожными в современной ситуации, когда, может быть, никто не знает, а мы влюблены для молодых братьев и сестер, то не ставить заставку себе на телефон того человека, который вообще даже не знает, что у вас вы уже умираете от чувств, потому что это же только будет раскручивать это все. Нужно служить Богу, нужно доверять Богу, нужно стараться сохранять свой разум и сердце, которое должно быть каким? Больше всего хранимым, чистым. И тогда, когда наступит момент, и у брата наберется смелости и мудрости, и воля Божья соответственным образом явятся, тогда все будет нормально. А, конечно, когда уже друг друга как-то где-то имеют в виду, потом начинается момент, когда делается предложение, думала о другом, ну, как бы, есть такая тенденция, к сожалению, в церквях, особенно в последние времена, что какие-то то ли завышенные требования, ну, подожди, давай так посмотрим, где мы будем жить, какая у тебя работа, что ты мне обещаешь и так далее. Ну, так можно подходить, но это в мире так подходит, контракты заключают. Если так строить, то можно не жениться и, не буду говорить, до какого возраста, потому что разные были ситуации и чудеса, как говорится, Божьи. Но быть в этом плане на чеку, здраво подходить. Хорошо, друзья, пятый, последний пункт, как наша любовь проявляется, кроме того, что братолюбие, гостеприимство к страждущим и в браке, естественно, да, любовь к деньгам. Тут слово используется афилаургас, это, как бы, отрицательная любовь, то есть не любовь к деньгам, по сути, имеется в виду здесь, отсутствие любви к деньгам. Деньги не есть зло, зло – это любовь к деньгам, корень всех злых, зол – что? Деньги? Нет. Сребро? Нет. Сребролюбие, которому, значит, поддавшись, многие на себя влекли многие похоти, да, и проблемы. Как проявляется практически любовь к деньгам или не любовь к деньгам? Как проверить, люблю я деньги или нет? Кого я больше люблю? Свою жену или деньги, например, или своих детей, или деньги, и так далее. Ну, пару таких моментов. если заработок, например, становится навязчивой идеей, мы не спим, мы не едим, мы думаем, у нас деньги впереди, мы хотим достичь вот этого вот, вот этого результата, материального я имею в виду, да, нам плохо, мы бледнеем, мы сидим иногда, да, там еще какое-то. это значит, что у нас сердце лежит, да, и значит, надо в этом плане бодрствовать. Или, например, когда нам предлагают какое-то на работе, например, маленький, почти греховный, ну, такой, немножко греховный путь повышения нашей зарплаты, да, и мы думаем, ну, вроде как серый вопрос, не черный и не белый. Я знаю, что некоторые согласились бы, но что мы сделаем? Готовы ли мы пойти, короче говоря, на грех ради денег? Вот и все. Готовы? Значит, мы любим деньги больше, раз мы готовы на это идти. Один брат говорил, что ему когда-то позвонили с компанией, это у нас в Украине Мегаполис, это торговая марка Хортица, водкой, которая торгует. А он был очень успешный менеджер там по торговле молочными изделиями. Но у него была там регионы, его знали, что он очень продвинутый. И вот ему звонят. И я понял, говорит, он рассказывает, кто мне звонит. Они представились. Они говорят, там так и так, мы вас хотим пригласить, вам будет вот такая зарплата в три раза выше, чем у него сейчас. Да, вам там бонусы, и все такое. Он говорит, как вы? И он такой сидит, и он рассказывает, я сижу, я понимаю, что нужно сказать нет, но я хочу сказать да. И я молчу, в трубку, ничего не говорю. Потому что зарплата большая, это успех, это, ну это же водка. Поэтому кто-то подумал, ну водка, ну что, ты же не будешь пить, да? Ну же там продавать, да? Он сказал нет, и потом положил в трубку, и говорит, зажмурился, думаю, ну что я, что я делаю, я же гроблю свою жизнь, да? Вот, но такие выборы бывают в нашей жизни, когда есть какой-то вопрос, когда мы понимаем, что ну да, это не по-христиански, короче говоря, и мы все понимаем, где это по-христиански, где не по-христиански, в принципе. Потому что мы навыком приучены к развлечению добра и зла на каком-то этапе нашего духовного развития. И поэтому мы должны принять решения духовные. Поэтому Павел пишет и нам напоминает об этом, да? Не любите деньги. Когда будет тяжело, не любите деньги. Больше, чем близких, больше, чем церковь, больше, чем общение, больше, чем Библия, больше, чем Бога, больше, чем детей, больше, чем жену, не любите деньги. Потому что проблемы тогда будут. Большие последствия. Как мы с вами читали, 1 Тимофея 6, 10, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Поэтому выход какой? Научиться быть довольным тем, что есть, это минимум. Против ли Бог того, чтобы мы были успешными и зарабатывали больше? Нет. Хочет ли Он, чтобы у нас был достаток во всем? Да. Потому что Он пришел, чтобы, зачем? Чтобы мы имели жизнь, не жалкое влачение существования, а жизнь, счастливую с Ним, чтобы мы были радостными, чтобы мы светились от довольной нашей жизни и в материальной сфере, и в эмоциональной сфере, и в отношениях между братьями и сестрами, и в церковь мы шли с удовольствием. И тогда, когда мы скажем каким-то нашим знакомым или друзьям, я вот такой, приходи к нам, будешь в нашей церкви таким, как я, то Он посмотрит такой, скажет, ну да. А если мы будем в правильном тонусе, с улыбкой, с радостью, и это будет демонстрироваться и в нашей работе, да, и в нашей жизни, то, конечно, люди задумаются, а что они такие радостные, что они такие веселые, что они такие довольные, успешные. Да, как у одного брата, он же спросили родственники, ну мы не можем понять на каком-то их торжестве, ну как это так? Значит, мы работаем, работаем, а ты одну машину купил, потом вторую машину купил, потом поменял, а он хитро говорит, а ты вот куришь, да, а пьешь, да. Ну вот посчитай, сколько ты за 20 лет вот это вот, вот я вот эти деньги собрал и купил машину. Вот они недоумевали по этому поводу. Поэтому наш образ, он будет привлекать тогда. Мы будем тогда вот этим вот посольством Божьим действительно на земле. И наша любовь, она будет иметь какое-то проявление практическое. Поэтому сегодня мы разобрали таких пять основных моментов, как наша любовь может проявляться на практике. Первое – это братолюбие друг к другу. Второе – это любовь к гостям, это гостеприимство. Третье – это любовь к страждущим. Четвертое – это любовь к браке. И пятое – это нелюбовь к деньгам. Этот мир неравнодушен к плохим вещам и безразличен к хорошим. Стойкая вера христианина должна иметь ощутимые практические проявления в жизни. Мы с вами рассмотрели отрывок с окончательным призывом любить в пяти сферах, в которых может проявиться стойкость веры христианина. Пусть рассмотренный нами отрывок даст нам инструменты и снарядит нас в путь следования за Христом до конца нашей жизни. Пусть портрет нашей церкви пишется из красок любви, настоящей, устойчивой, стойкой любви. Аминь. Спасибо.